Девушки отдыхают Раз, два, раз Раз, 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 раз Раз, раз, раз Ладно Я вообще это все уберу, отключу Убавлю микрофон, чтобы Не было дискомфорта для соседей Ну так вот Теперь эта модель называется B215 Это абсолютный аналог bm065 плюс тут также 500 ватт там было 450 здесь заявлено 500 ну хотелось бы верить вообще очень громкий когда так стоять вообще он очень громкий и когда я его включал там такая китайская тетенька но типа голосовой помощник так заорала что просто причем я их одновременно включал и в этой и в этой она заорала одинаково так громко что у меня шушу заложила и это хороший знак ничего я вообще хочу сравнить давайте сравним сразу вот две колонки бывшие bm065 плюс и бывшие bm065 а ныне от 212 они идентичные оба работают отстроенного аккумулятора и в этой и в этой есть bluetooth usb все вот эти гибкие настройки три входа линейный вход линейный слушайте по он тут вообще одинаковые панели управления сейчас я найду 10 отличий так нет отличий по ходу и там и там подсветка настройки микрофонов приоритет микрофонов абсолютно одинаковые просто разные по мощности и по размеру динамиков двенашка пятнашка две двенашки две пятнашки сейчас мы попробуем как они звучат на тоже очень интересно выставим одинаковые настройки вообще на все все на серединку но эхо мы уберем вот смотрите громкость на серединочку высокие на серединочку басы на серединочку громкость микрофона на серединочку эхо убираем гитарную громкость убираем это вот для этого входа актуально Видите, тут можно подключать дополнительно Микрофоны, гитары И что хотите, видите, тут все то же самое Так, дилей убираем Микрофонный бас на серединку Микрофонный верх на серединку Так, ну все И здесь Это вот для чистоты эксперимента Чтобы вы видели, что я не мухлюю Настройки одинаковые Так Так, это эхо убрали Гитарную громкость убрали Дилей убрали, это на серединке Ну все Ставлю камеру обратно Тестирую микрофон Я не знаю, видно там мою голову или нет Надеюсь, что видно Очень на это надеюсь Это этот микрофон Это этот микрофон Раз, два, три Раз, два, три Раз, два, три, три, три Раз, два, три, три Три, раз, два, три Сейчас Я прибавлю громкость микрофона И здесь, и здесь На три часа Раз, два, три Раз, два, три Во, вот так гораздо, гораздо громче Раз, два, три Раз, два, три Слушайте, у меня такое ощущение Что вот эта колонка громче Давайте громкость на полную И немножко эхо добавим Раз, два, раз, два, раз, два, раз, два, раз, два, два, раз, два, 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 два. Ну вот это прям громче. Как ни странно. Послушаем музыку с флэшки. Я воткну флэшку сначала сюда, а потом сюда. Все настройки на серединке, как и было. Втыкаю. Проверяем функцию приоритет микрофона. Да, когда я говорю микрофон, музыка приглушается. Когда я сейчас уберу микрофон от арта, она продолжится. Ясно, да? Так, птыкаем на следующем. И, соответственно, возьмем микрофон от следующего. Раз-раз, прием. Play-by USB Drive. Эта тетенька отключается как-то. Мы ее отключим. Конечно, здесь побогаче звук. И басов побольше. И как-то он побъемнее. Больше тела волокает. Понимаете? Серьезный аппарат. Прям вот кому нужен самый мощный, вот берите вот его. Но и этот тоже очень громкий. То есть он тоже приятный. Они оба классные. Я бы не сказал, что этот хуже. Даже если бы они одинаково стоили, я бы не знаю, какой бы я выбрал. У них в каждом свой кайф. В каждом свой кайф. Как видите, тоже работает функция приоритета микрофона. Ну что, сейчас послушаем немножко музыки на полную, да? На полную я сейчас сделаю. Прям ненадолго. А то меня тут уже не любят. И на этом тоже сделаем на полную. Прям буквально по 5-10 секунд. Погнали. Так, выкручиваем на полную. 5 секунд. 5 секунд. Сейчас вот этот вот фрагментик пройдет этой музыки. Ну такой спокойненький. Сейчас бит опять начнется. И я прибавлю. Прибавляю. Я не буду этого делать. Это неуважительно просто к людям, которые находятся в радиусе километра. Сейчас я вам покажу их сзади. Давайте прям сворачиваться. А то что-то мы такой кипиш тут развели. Пробежимся по функциям. Ну, давайте сначала пробежимся по комплектации. Она одинакова и за исключением количества микрофонов. Здесь два микрофона. Здесь один микрофон. Кроме этого, пульт дистанционного управления, крокодильчики с проводками для внешнего аккумулятора и зарядное устройство. Ну, вот тут все то же самое. Это микрофон. Так, давайте функции. Функции. Какую выберем? Выберем, которая круче. Да? Хотя они, видите, вот можете сделать топ-кадр. Вот, смотрите. Все одинаково. Что здесь? Что здесь? Давайте общую информацию я вам дам. Это автономные колонки-великаны. Которые имеют встроенный аккумулятор. То есть они предназначены для выездов на природу, в лес, на дачу, на пикники. И для каких-то мероприятий на улице, развлекательных, творческих, обучающих и так далее. То есть они могут работать без розетки 220 вольт. Аккумулятор тут встроенный. Он находится вот здесь. И вот здесь. Служит долго. Если вы его не используете в минусовую температуру, то он будет служить вам лет 5. Ну, при правильной эксплуатации, конечно же. Если вы выезжаете надолго на природу, на неделю и дольше, то вы можете взять внешний аккумулятор, подключить его сюда. И, пожалуйста, у вас их хватит, я не знаю, их и на год может хватить, если вы будете использовать разные аккумуляторы заряженные. Ну, а так, в среднем, ну, сколько заявлено, что они работают по 5 часов. По факту они могут и больше проработать, в зависимости от нагрузки. Ну, возьмем 5 часов, например. Проработало оно. Вполне достаточно для какого-то одного мероприятия. Если вам не хватает этих 5 часов, берете обычный аккумулятор, небольшой, вот прям такого же размера. Тут, кстати, он меньше, чем эти крышки. Это обманка. Вот берете аккумулятор такого размера, или даже поменьше, и вам еще хватит часов на 10. Если вы возьмете автомобильный аккумулятор, я не знаю, насколько хватит, может быть, прям часов на 40 вообще хватит, если не больше. Не знаю. В общем, вам надо экспериментировать с этим. И в любом случае, они автономные, то есть можно спокойно слушать музыку, петь караоке, танцевать и веселиться. Без розетки 220 вольт. Но они могут работать и от розетки. То есть, если есть розетка, подключились и, пожалуйста, работайте. Заряжается также от 220 вольт от розетки. То есть, вообще, никаких проблем. Вот вилка, наша русская вилка. Это edition, как это, евро edition, Russian edition колонки. Никаких китайских надписей, все вообще. И они поняли то, что это актуально для России, и начали выпускать специально для нас вот такие колонки. И теперь тут все красиво. Тут есть ручка. Тут есть ручка. Ручка сбоку. Ручка сбоку. В одного можно таскать. Вот, смотрите. Продимент пережил. Вот так взяли, понесли. Можно вдвоем нести. Ручки, если бережете позвоночник. Можно катить. Есть колесики. Ну, колесики, я вам всегда говорю то, что они... Что это? Это не трещина, а это остатки клея с завода. Колесики недолговечные, если их возить по всякой плитке и неровной поверхности, типа вот этой. Паронового асфальта хорошо. Так, давайте, функции, функции. Это дисплей. Треки он не отображает. Я вам открою секрет, никакие колонки треки не отображают автономные. Включим. Ну, вот режимы. Все как везде. Индикатор заряда. Очень хорошо. Радио, Bluetooth, линейный ход. Ну, режимы. В общем, режимы. Флешка, mp3 читает. SD-карта, mp3 читает. Громкость общая. Высокие, низкие. Микрофонная громкость. Эхо. Гитарная громкость. Кнопка включить, выключить. И кнопка включения подсветки. Так, дальше. Дилей. Это частота повторения. То есть, раз, 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 или раз, 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 раз. Так, микрофонные настройки высокие и низкие. Это очень хорошо. Не на всех колонках далеко есть такие настройки. То есть, вы можете отстроить свой голос именно под вас. И будет красиво звучать. То есть, отличная функция для музыкантов, для певцов, вокалистов. Микрофон 1, микрофон 2. То есть, можно подключить свои микрофоны. Опять же, если вы музыканты и хотите подключить проводные микрофоны, это для вас будет очень хорошо, потому что у вас наверняка есть свои любимые микрофоны, дорогие, фирменные. И вам это захочется сделать. Гитарный вход. По факту универсальный. Можно подключать что хотите. Клавиши, любые музыкальные инструменты, бас, гитары, те же микрофоны. Так, линейный вход и линейный выход. Линейный вход – это для подключения ноутбуков, телефонов, планшетов через два входа. А это линейный выход. То есть, можно запараллелить эту колонку, например, с этой колонкой или с какой-нибудь любой другой колонкой. Либо можно вывести это в ноутбук и записать. То есть, сделать запись того, что происходит из колонки. То есть, как вы поете, например, как вы играете. Вообще, запись вашего мероприятия, озвучки вашего мероприятия. Ну, это блок питания, зарядка, антенна. Кстати, очень важно, никогда не оставляйте так антенну. А то вы ее положите на пол, и она согнется. Вот так вот делаете, и все. То есть, одна из них – это FM, другая – это для микрофонов. Вот, кстати, здесь антенны нет. Ну, значит, они и здесь внутри. Давайте завершим этот обзор. Я считаю, отличный получился тест сравнительный. Обе колонки хороши. И я вам могу посоветовать... А, сейчас. Конечно, если бюджет располагает, я вам рекомендую вот эту, помощнее. Это будет с запасом, это будет по-настоящему такой прям самый лучший звук, который вы только можете найти. Потому что мощнее, чем 500 ватт, и чем вот эти вот 15-дюймовые динамики. Я не встречал. А если я не встречал, значит, скорее всего, этого нет. Ну, на 99%, потому что я, ну, очень давно в этой теме. Вот эту колонку берите, если у вас не хватает денег. И она будет ничуть не хуже, чем вот эта. Она будет громкой, четкой, приятной по звуку. Она не уступает этой. Ну, у этой есть запас. И два микрофона. Интересно, здесь есть стакан под стойку? Давайте посмотрим. Здесь есть стакан под стойку, ее можно на стойку вешать. Так что, можете еще и стойку купить. И она у вас будет не на таком уровне, а, ну, хотя бы, вот отсюда она будет начинаться снизу. И, ну, понятно, да? Будет выше. А если колонка выше, то, соответственно, она на уровне ваших ушей будет. Так, а у этой есть? Если у этой есть, я очень удивлюсь. Она же напольная, она такая тяжелая. У этой нет. Ну и правильно, нечего. Вот еще большое преимущество колонки, которые чуть поменьше. Ее можно приподнять. Класс! Я бы себе вот эту выбрал. Но это для тех, кто шарит, тоже. Как бы понятно, почему эту надо брать. И почему вот эту надо брать. То есть, на самом деле, разные задачи. Даже не только от бюджета зависит. Так что покупайте в интернет-магазине камбари.ру. Много автономных колонок. От 20 до 500 ватт. Также запасные аккумуляторы, микрофоны, головные гарнитуры, стойки, зарядные устройства, запчасти, аксессуары. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...